Итак, дамы и господа, шестироундовый поединок в легком весе. В синий угол ринга приглашаются Феричи Машаури, Танзания. Да, друзья, просим любить и жаловать Феричи Машаури из Танзании, город Дар-Эс-Салам. Ей 24 года, вес 61,2 килограмма, рост 157 сантиметров. Она чемпионка Танзании по боксу, представьте себе. Что касается ее профессиональных достижений, то в 16-м году она дебютировала, ее рекорд 10 побед, 6 поражений из 10 побед, 3 нокаутом. Из 6 проигрышей, 2 досрочных. Последний свой бой она провела, кстати, летом текущего года, когда проиграла очень сильной Анне Красноперовой. Да, вот ее соперница, Пируза Шарипова, представляющая Казахстан. Достаточно опытный боксер, чемпионка мира, претендент на звание абсолютной чемпионки мира. Ее рекорд 14,2 и она даже в ММА уже дебютировала. Очень опытная спортсменка и, наверное, одна из самых известных представителей бокса вообще в мире, не только в странах СНГ. Да, за звание абсолютной чемпионки она боксировала в своем прошлом бою против самой, самой Кэти Тейлор. Так, на секундочку. Итак, впереди нас с вами ожидают 6 раундов бокса в легком весе с формулой «каждый раунд по 2 минуты». Я представляю вам участниц этого поединка и первым. Ту, которая стоит в синем углу. Ей 24 года. Ее официальный вес 62 килограмма ровно при росте 157 сантиметров. Она представляет Танзанию, город Дар-Эс-Салам. В профессиональной карьере провела 10 победных поединков и в 6 уступила своим соперницам. Она является чемпионкой Танзании и сегодня планирует порадовать уральцев яркой победой. Давайте поприветствуем Феричи Машаури. И ее соперница. Она напротив выйдет на поединок из красного угла. Тей 28. Ее официальный вес 63,25 килограмма. Росте 166 сантиметров. Она из Казахстана, город Тарас. В ее профессиональном активе 14 побед. 8 из которых одержаны нокаутом при двух поражениях. Она чемпионка мира в трех весовых категориях и является обязательной претенденткой. Название абсолютной чемпионки мира по боксу. Поприветствуем Феруса Шерипова. Александр Степанович сейчас расскажет девушкам. Да, так со снисхождением. Да, да, да. Со снисхождением. Ну вот наверняка Феруса Шерипова не будет проявлять никаких снисхождений к своей оппонентке. Да, было сказано про два поражения, которые у нее есть. Об одном из них мы сказали, да, это бой против Кэти Тейлор, но сами понимаете, да, что Кэти Тейлор сейчас, ну, наверное, объективно номер один паунт-фу-паунт, да, то есть у девочек. И справиться с ней задача, в общем-то, довольно сложная. И Феруса очень старалась, да, но объективно тогда Тейлор была посильнее. Да, но Феруса, собственно, в доминирующем режиме начинает этот поединок. По животу хорошо попала сейчас. И что касается первого поражения, то как раз оно случилось в первом поединке, и боксировала она тогда Софья Очигава, которую мы сегодня тоже все обязательно увидим. Прессингует соперницу Феруса. Напомним, что регламент женских боев две минуты в раунде, отчего они очень часто пролетают весьма и весьма стремительно хорошо. Да, двоечка залетает. Ну вот, кстати, любопытно, да, что 14 побед у Ферусы, и из них большая часть досрочная. Да, да, бьет, конечно, достаточно крепко и результативно. Опять попадает Шарипова, да, и в корпус. Да, но соперница пока не ставит каких-то задач невероятных перед Шариповой. Попадает опять Шарипова в корпус и в голову двойной. Да, в общем, пропущенных уже достаточно много. Да, у спортсменки из Танзании еще залетает от Шариповой. Хорошая атака. Ну вот пока Машауны держит оборону. Ну вот, наглухо ей закрываться блоком, конечно, не стоит. Так и не получается. Не получается, постоянно прилетает даже сквозь блок. Честно говоря, есть здесь определенные проблемы. Да, очень, слишком даже широко как-то встала там за Ника. Очень жестко стоит на ногах и поэтому не может уходить. 10 секунд. Ты просто... 10 секунд, а дела не очень. Да, как по снаряду просто отрабатывает. На выбор пробивает Ируза Шарипова, абсолютно не чувствуя какого... Пока какого-либо сопротивления. Да, да. Такой фитбокс с ее стороны. Продолжение Лиги Ставок. Генерального партнера Турлира Правда. Зарегистрируйтесь, получайте бонус до 10 тысяч рублей и в статус в программе «Привилегия». Лиги Ставок, сняйте для себя. Лиги Ставок, сняйте для себя. Зарегистрируйтесь, получайте бонус до 10 тысяч рублей и в статус в программе «Привилегия». Итак, друзья, смотрим дальше. Это раунд под номером 2. Очень любопытно, что Ферича Машаури сможет противопоставить Ферузе. Да, и сможет ли. Ну, активно достаточно, но, конечно, дистанцию тяжеловато подобрать. У Ферузы все-таки ручки подлиннее, ей гораздо проще. И вообще непонятно, как подкрасться к ней. Это во-первых. Во-вторых, опять же, как ты правильно сказал, что у Машаури более короткий рычагит, так она еще и назад идет при этом. Да, да, да. То есть ей нужно идти вперед. Ух опять она пропускала в корпус. Да, и рука теперь автоматически, как говорится, идет вниз, оставляя вот эти промежутки. Да, в корпус очень жестко работает. Вот, кстати, Машаури неплохо, да? Левая боковая завела. Отбрыкнулась, скажем так. И даже неплохо попала, честно говоря. Но на Шарипову это ничего, никакого эффекта-то не оказало. И зажимается Машаури в углу. Продолжает давить Феруза. Режет она углы. Не отдает сопернице пространства. Оставляя оппонентку вот в этом закуточке, где она ее сможет расстрелить. Да, и опять сбоку, кстати, от Машаури пропускает. Да, да, да. Да, да, и рекомендация из угла с правой рукой что-то сделать. Потому что залетает, конечно. И Машаури, наверное, это чувствует. И каждый раз вот этой ручкой ждет, заметно. О, есть! Да, и навстречу сейчас пропускает. Да, но Шарипова не получается добить. Короткими тычками она пыталась как-то... И в итоге попала в клинч. Очень хлесткий, такой тяжелый джеб. И левопрямой в туловище. Здорово! Да, и здесь будет, конечно, по разным уровням. Со всех положений расстреливает Феруза. Да, Шарипова очень хорошо, конечно, передней рукой. Пользуется опять корпус жестко. Еще в корпус. Да, там корпус, конечно, сильно обработан. Головами, по-моему, столкнулись, да, судя по всему? Так точно. Продолжает просаживать соперницу функционально Феруза. И главное темп, да. Да, вот этот темп, который она навязывает оппонентке. Она к нему не готова. Я имею в виду Феричи Машаури. Пока все. Да, темп дает, но все-таки два вот этих удара лево-боковых. Залетели хоть что-то. Все чуть-чуть. Левой заканчивай. Правый, левый, правый. Левый, правый, левый. Левый, левый, правый. Да. Да. Это человек не влезет. Зачем? Зачем? А, что там дистанция работала? Заканчивай. Ты в живот, голову от чего не переводишь? В переднюю голову. Да. Да. В левом углу живот, в правом голову переведет. Хорошо. В голову живот, в голову переведет. И левая заканчивай. И где осталось, говорит. Она левый, боку пасла. Вот по атаке, надо сразу левый, боку кидать. Оперый, папе, сильно. Понимаешь? Поднимешь в правую руку? Или же? А, зайди. Нормально. Все, надо. Зайдем. Итак, смотрим дальше. Да, но больше раунды хоть и двухминутные, но всего-то шесть раундов. Да. И сейчас мы посмотрим, насколько, собственно, Машаули крепко может стоять на ногах, потому что количество пропущенных в корпус, оно тоже вообще... Ух, хорошая жесткая комбинация от Шариповой. Задергала соперницу Фируза, не дает дышать. И мы слышали, как ей секундан говорил, что надо работать серийно, левый, правый, левый, правый, левый. По-моему, чуть по затылочку сейчас Фируза, правда, настучала Машаури. Так бывает. Рабочий момент. Да, да, ничего особенного. Хорошо. Опять через живот и попытка перевести на голову все согласно выбранной тактике. Да, низко не нагибайся, говорит Калинкин Машаури. Ну, как там не нагибайся? Никто же не хочет пропускать. Да, и опять говорят Фирузе, что нужно более активно задействовать переднюю руку. Да куда уж активнее-то. Хорошо. Да, очень серьезная комбинация, жесткая. Но Машаури, конечно, надо ждать, пока Фируза на ближнюю дистанцию подойдет, чтобы вот эту левую руку запустить. Но пока такого шанса не было. Потому что прямые удары по факту отсутствуют, конечно, в Машаури. И как приблизиться она тоже не знает. Опять поджала соперницу в угол Фируза. Да, здорово. Качает, качает, показывает живот, показывает голову, заставляя соперницу напрягаться. Отлично. Да, жестко. И в корпус все равно залетает. Снова очень жестко. Нелегко, нелегко Машаури сдерживать вот этот прессинг. Тем более, когда на тебя так давят, это оказывает очень серьезное психологическое воздействие. Ты постоянно в этом стрессовом положении находишься. Да, конечно, жестко. Ух, сбоку пропускает Машаури. Да, правой рукой наконец-то Фируза зарядила, потому что никак у нее не получилось показать этот удар. Сделать его плотным. Продолжает она работать. Но, по-моему, Фируза тоже нет-нет, да устает. Конечно, в таком темпе держать тоже достаточно тяжело, даже пусть двухминутки. Здесь серия промахов. Да, все заклинчевало Машаури. И, видимо, на этом раунде закончится. Ну, вот в этом раунде Машаури так и не смогла ни разу донести свой левый боковой до цели. Фируза к нему явно подстроилась, а больше, похоже, предложить-то ей нечего. Да, у нее нет совершенно арсенала, которым она могла бы заставить вообще соперницу как-то страдать, да, в этом случае. Никаких вариантов пока у нее нет в этом поединке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Четвертый раунд. Да, но, собственно, четвертый раунд, я думаю, ничем он тактически не изменится. К сожалению, Машаури хоть и начинает прямой удар, но дистанцию она не ловит, она не может ничего с этим поделать, к сожалению. Да, и Фируза продолжает работать, прессинговать, преследовать свою соперницу. Снова хорошо прошивает защиту. Вот сейчас правой, наконец-то, правой прямой залетает от Фирузы. Но вот правой рукой она пока не наносит таких проблем. Там, в основном, левая в корпус залетает. Да, вот сейчас попыталась голова, туловище голова отработать Фируза. И опять хорошо на ногах. Да, но Машаури, надо, конечно, сказать, тоже вроде бы приспособилась, хотя в корпус все равно запускает. И это рано или поздно может плохо на ней сказаться. Конечно, конечно. Встанут ноги, собьется дыхание, будет очень тяжело. Да, не понимаю, Машаури, что с правой рукой? Она вообще ей работает. Ни одного удара с правой руки не видел вообще за этот бой от нее. Да, только для защиты она пока у нее служит. Да, да, и то, честно говоря, не очень помогает. Протекция не та, которая могла бы быть. Клинчует Машаури, но почему-то не атакует. При этом левую руку все равно не использует свою сильную. Да, и ей ведь постоянно... Вот, пожалуйста, правда провалился, тут же получила контратаку Машаури. Да, 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 но послушала, да, я думаю, все-таки попробую дотянуться, но не серьезно. Вот левый, левый редкий удар, левый от Машаури. Да, ну и Фируза, собственно, уже не наносит такого-то ножа в этом раунде. Машаури пытается работать на отходах, но все равно держать в поле зрения Машаури. Но тоже ущерба от нее в этом раунде какого-то серьезного нет. Да, этот раунд, наверное, получается самым ровным. Да, да, такой трусцой проведенный. Да, по затылку опять лупит Фируза. Вот сейчас прям максимально четко в затылок. Неплохая защита от Машаури была, и раунд заканчивается. Да, да, такой фитбокс в чистом виде, но, наверное, мы бы хотели видеть другое. И у Машаури вполне вероятно не останется других вариантов, как рубиться, идти. Посмотрим, сможет ли она это реализовать. Она теперь левый кидает. Видите? Что он делает? По правой рукой. Вот он ни разу не сделал. Потому что далеко стоило. Она теперь, чтобы левый кидает и вызывает. Она теперь левый кинул, либо левый бокой кидает. Вот он, что он делает? Правда. Да. Можно через руку давить? Ты видишь ее, все. Ты постоянно далеко отстреливаешь. Зачем? Когда ты далеко отстреливаешь, она голову на себя кидает. Зачем на нее идти? Больной здесь даже на месте ударить. Зачем на нее идти? Все, братан, я специалист. Все готово к старту раунда по номерам пять. Пятый раунд. Мы, кстати, Ферузе сказали, чтобы она не шла на соперницу вот так, слишком рьяно. Чтобы она как раз ее проваливала, выдергивала на себя. Опять же, да, надо углы менять, что-то придумывать. Потому что Машаури тоже привыкает. Феруза становится для нее достаточно понятной. Хотя вот удар левый в корпус, он все равно пока становится проблемой для Танзаники. Решил активно использовать все пространство ринга Машаури. Ну вот, кстати, в принципе, неплохая тактика. Вот еще бы, если контратаки были бы, да? Да-да-да, надо все-таки бить, это же бокс. Ну как, ну нельзя же просто сесть на этот велосипед. Вот сейчас тоже она подходит без удара, перекрываясь, я не понимаю зачем. Ну, видимо, настолько позволяет ее текущий уровень, да? Ну, нет, она же все-таки забрасывает левую руку. Ну, пробуй, пытайся. В, в этом твои шансы. Вот сейчас, вот сейчас, нет-нет, попадет. Хорошо. Отлично, отлично, здорово передней рукой прошиваем защиту. Джебом очень хорошо попадает Феруза прямо в промежуток между руками. И туда же летит все остальное. О, как опасно было сейчас на коротке, пыталась пробить правый прямой, такой правый сверху вниз Феруза. Да, ну отбрыкивается Машаури, но, конечно, это никакой проблемы для Ферузы не составляет. Опять хорошо вымеряет себе дистанцию передней рукой, несколько правых снизу. Да, вот правая от Машаури, да, по-моему, попала. Первый раз за бой, фиксирую. Отлично, силовой джеб и дальше продолжение серии. Да, трехударка очень хорошая от Шариповой. Ну, Машаури стоит, держится и, в общем, показывает всем видом, что все в порядке. Десять секунд до конца раунда. Да, Машаури, по-моему, даже улыбаться немного начала, потому что попала к концу раунда. Да, ну, ну, 0-5, конечно, по раунду, мы все мудрые люди понимаем немножко в боксе и понимаем, что односторонний бой. И, опять же, то, что я и говорил, да, улыбается Машаури, все четко, да, я не в нокауте, все нормально. Хотя, может быть, это какой-то психологический настрой? Наверное. Нет, самое главное, что человек получает удовольствие от процесса, независимо от того, выигрывает он или нет. Да, пропускает и получает удовольствие, молодец. Причем, опять же, Феричема Машаури даже улыбается в процессе боя, да, она отхватывает там жестко, достаточно. Но ничего страшного. Да, да. Что не исключено, что подбешивает Шарипову. Сейчас мы должны увидеть. Возможно, какой-то спут от Машаури, если она может, умеет и попытается. Но Машаури должна попытаться подраться. Да, да, но нет другого выбора, вот. Хорошо, по ту лучше. Пошло некое подобие драки, но, к сожалению, Александр Степанович остановил наше удовольствие. Ничего, ничего. Я думаю, что Фероза очень быстро найдет выйти к своей сопернице. Да, гигантское количество ударов обрушивает Шарипова, но они пока в большинстве случаев попадают в защиту. Хорошо, опять серия, но блок. Да, да, многое летит в блок от Шариповой и не наносит, по факту, никакого ущерба. Возможно, поэтому Машаури-то еще и на ногах в корпус сейчас левой рукой попадает. Да, иногда даже складывается такое впечатление, что Машаури закрывается просто глухим блоком и закрывает глаза. Да, да. И ждет, пока бомбардировка закончится. Опять хорошо здесь на отшаге. На короткой оттяжке действует Фероза. Да, да, все равно телескопические руки Ферозы вот слева. Что-то какое-то подобие удара от Машаури, но Фероза все равно доминирует. Попадает прямым. Да, и сразу, видимо, Машаури говорят, не лезь, не нужно. Хотя странно, да, казалось бы, единственный шанс, единственный шанс поработать. Да, Шарипова, в общем, продолжает сдержать. Даже его правый прямой залетает прямо в голову Машаури. Но у нее, по-моему, все в порядке. Она по-прежнему улыбается, никаких проблем. Еще туда же. Очень опасно, как право. Да. Да, ну Шарипова, конечно, перебила. Надо признать, что очень крепко. С иксом, но... Ух, отпрыкивается жестко, да, Машаури? И попадает опять слева, еще слева попадает. Но Фероза... Еще слева попадает. По-моему, три подряд от Машаури. Почему же так поздно? А тренер очень доволен, посмотри. Мы вживы, мы в порядке. Мы на ногах. Он так выбежал, Марин. Ты красотка. Он выбежал, Дали, как будто они победили. Он ее качает, посмотри. Не, ну послушай, она дралась по факту потенциальом полета чемпионка мира. Да, и провела с ней все раунды, между прочим. Да, да, молодец. И какие-то, какие-то даже проблемы ей все-таки нет-нет, да и создавала. Да, безусловно. Но, конечно, я там не такой прям прогнозист, но единогласное решение судей здесь, по-моему, просматривается. Даже думать нечего. Смотрим еще раз на повторах, как девчонки работали в этом поединке. И Олег Невешин с личным голосом нам объявит результат. Олег Невешин с личным голосом. Итак, слушаем. Уважаемые дамы и господа, в этом поединке, после шести раундов бокса, пройдя всю дистанцию, единогласным решением судейской бригады, победу одержала Феруза Шарипова. Феруза Шарипова, победительница этого поединка. Феруза Шарипова, победительница этого поединка. Феруза Шарипова, победительница этого поединка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok